Приветствую. Артиста Бориса Щербакова не раз называли секс-символом, и письма от поклонниц в свое время приходили ему пачками. Жене Бориса Щербакова пришлось не сладко, ведь помимо слухов о неверности супруга, имели место и его реальные измены. Щербаков не привык роптать на судьбу и всегда смотрел на мир с оптимизмом. Он не впал в депрессию после увольнения из МХАТа, которому посвятил. Тридцать лет. В девяностые легко переключился с полнометражных фильмов на сериалы. Не слишком расстроился, когда программа «Доброе утро» не продлила с ним контракт. Даже из ситуации с пандемией, негативно повлиявшей на заработок большинства артистов, Щербаков попытался выйти с достоинством. Не жаловался, а констатировал, что справится с лишениями его семье. Помогает труд на собственном огороде, мол, главное, картошкой запаслись. 11 декабря неунывающему актеру исполнился 71 год. Полвека Бориса Васильевича поддерживает его супруга Татьяна Бронзова. Может быть, в этом и кроется секрет жизнелюбия и оптимиста с звездой кино в крепком браке. Но пара не раз сталкивалась с серьезными кризисами и даже находилась на грани развода. Безграничное терпение и мудрость супруги уберегли союз от распада. Все романы Бориса теперь уже в далеком прошлом, а жену свою он считает ангелом-хранителем. Он уверен, что именно благодаря ей сохранился его брак. Она все правильно поняла, простила меня, и я ей очень благодарен за это, говорит Борис. Надо уметь прощать, понимать и держаться друг за друга, чтобы не встречалась на пути, отмечает актер. Еще одним испытанием для семьи стала болезнь Татьяны. В 2006 у нее диагностировали рак. Борис в то время отказался от многих проектов и стал меньше появляться на сцене. Бронзова прошла через операцию, и лечение дало положительный результат. Однако она до сих пор вынуждена регулярно наблюдаться у врачей из-за риска рецидива. Борис и Татьяна – это редкий пример супругов, которые смогли принять друг друга такими, какие они есть. И на вопрос, почему она смирилась с интрижками мужа, у Бронзовой есть простой ответ. «Я прощала, потому что люблю», – поясняла она. «Если бы я хоть раз почувствовала, что между нами нет чувств, я бы ушла», – сказала Татьяна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова